Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, я саратовский юрист Рыськов Глеб Анатольевич. Представляю интересы индивидуальной предпринимательницы Аллахвердиевой Бахар. Вынужден обратиться к вам в связи с бездействием органов следствия и надзора по заявлению моей доверительницы. Две недели назад, 21 февраля, Волжский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Саратова Антона Корнеева с подачей в гособвинение все инкриминируемые ему преступления, три эпизода превышения должностных полномочий и два эпизода воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, были переквалифицированы на статью «Халатность». Как говорят в народе, переиграли. И уголовное преследование Корнеева суд прекратил в связи с истечением срока давности. По одному из эпизодов проходила и ИП Аллахвердиева, которая добивалась от администрации города проведения аукцион на реализацию земельного участка, но получила отказ, а потом этот участок чиновники без торгов отдали своему человеку, другому бизнесвумен ИП Плотниковая, которая ранее являлась сотрудницей мэрии. Меня, как доверителя потерпевшей и жителей Саратова, возмущает не только тот факт, что Корнеев фактически ушел от ответственности. Дело в том, что по заявлению Аллахвердиевой возбуждалось еще одно уголовное дело по факту мошенничества. Оно находилось в отдельном производстве, но потом следствие и надзор про него просто забыли. И это, учитывая исход дела Корнеева, меня, к сожалению, не удивляет. Аллахвердиева хотела расширить свой бизнес, но для этого ей нужен был земельный участок. Поэтому еще в мае 2017 года она обратилась за помощью в решение данного вопроса к двум гражданам – Серегину Сергею и Александру Фролову. Относительно первого ей было известно, что его родственник, предположительно брат, работает в городском комитете по управлению имуществом. Он якобы еще при мэрии Олеге Грищенко решал сложный вопрос, а ныне вхож к Антону Корнееву, который курировал в мэрии земельные вопросы. Ее вели в заблуждение, пообещав, что благодаря своим связям могут инициировать образование земельного участка в границах населенного пункта. Однако по закону физические лица не могут этого делать. Только администрация муниципального образования. Но Аллахвердиева не разбиралась в тонкостях темы. Доверившись Серегину и Фролову за своих лопат, они попросили у Аллахвердиевой полтора миллиона рублей. Она выплатила им аванс в размере 400 тысяч рублей, а также оформила материальную доверенность на предоставление ее интересов. Время шло, но решение вопроса не двигалось. Ее кормили завтраками, а потом на пустыре, который она рассматривала как объект инвестиций, появился участок, якобы по инициативе администрации. И тогда, спустя примерно год, ей предложили вариант. Участок разделят. Часть достанется ей, а часть другому лицу. Но она не согласилась. Аллахвердиева решила действовать самостоятельно, подав заявление в мэрию, чтобы участок выставили на торги. Но ей отказали. Пришел ответ за подписью Корнеева, что это территория местного значения. Тогда, в августе 2019 года, Аллахвердиева обратилась ко мне, чтобы я предоставлял ее интересы по данному вопросу. Я от ее имени вновь обратился в администрацию города, на что Корнеев ответил, что участок местного значения. Но что удивительно, появился он, постановление было издано еще в 2019 году, именно в тех границах, что требовалась моей доверительнице. Я подал жалобу в прокуратуру города, но там не увидели нарушений. Ответ я обжаловал вышестоящую прокуратуру, областную. Она тоже не замечала ничего противозаконного. После повторной жалобы в областную прокуратуру, там, наверное, поняли, что дальше мне придется обращаться в генеральную прокуратуру. И, наконец, увидели признаки преступления. В итоге, через два месяца, уже в 2020 году, родилось уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. О главе Саратова Михаила Исаеву было вынесено представление об устранении нарушений. Правда, к этому времени участок уже ушел индивидуальному предпринимателю Плотниковой. На все про все у органов прокуратуры и следствия ушло символические 9 месяцев. А закончилось это дело, увы, бесславно. Что касается дела о мошенничестве, жертвой которого стала Алла Хвердиева, то процессуальное решение по факту преступления было вынесено позже, в мае 2021 года. И она была признана потерпевшей. И на этом работа правоохранительных органов в этой части была завершена. Между тем, мы даже представляли следствию доказательства связи Серегина с сотрудниками КУИ мэрии в виде фотографий из соцсетей. Однако, все это было безрезультатно. Саратовские правоохранительные органы, как только речь идет о возможной причастности к преступлениям высокопоставленных чиновников, впадают в ступор. Чтобы добиться хоть каких-то подвижек, приходится засыпать их обращениями, подавать иски в суды. Но, как правило, это не приносит должного эффекта. Из-за подобного бездействия местных силовых структур, иногда кажется, что речь вообще следует вести об укрывательстве, граждане чувствуют себя незащищенными. Нарушаются их конституционные права. А чиновники, авторы коррупционных схем и их выгоды приобретатели и сообщники чувствуют себя в полной безопасности. С учетом этого я прошу следствия по заявлению моей доверительницы Бахара Лохвердивой и надзор за расследованием взять под ваш личный контроль, разобраться в причинах волокиты по делу и привлечь виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной, а также дать правовую оценку возможной коррупционной связи лиц, указанных моей доверительницей с должностными лицами администрации Саратова.